Знаете, почему Брюс Уэйн всё ещё богат? Он грамотно подходит к выбору техники и гаджетов, умеет экономить как время, так и деньги. А экономить в этих делах с порталом Е-Каталог становится в миллион раз удобнее. Здесь вы сможете отыскать любой девайс, начиная от телефона, заканчивая садовыми лопатами. Удобные фильтры помогут не заблудиться в огромном множестве всего. Вы можете сравнить между собой несколько устройств, посмотреть фотки, видео и даже покрутить трёхмерную модель искомого девайса. И, конечно же, тут есть возможность почитать отзывы перед покупкой. Е-Каталог поможет сориентироваться в ценах, найти оптимальную и отыскать любое устройство любых форм и цветов. Сервис мега удобен. Опробуйте его сами по ссылке в описании. Экономьте время и деньги. Будьте как Бэтмен. Пользуйтесь Е-Каталогом. Приветствую, меня зовут Сокол. И перед вами, по сути, народный топ. Ну, как народный, всё равно тут будет гора субъективщины. Но в этот раз я запарился. Задал вопрос людям в своей группе ВК. Ссылка на пост, кстати, в описании. Каковы главные ошибки DC? Вот такой вопрос я спросил. Мне накидали ответов, и я частично использовал народный бугур, царивший в комментах. Да, это топ-10 главных ошибок киновселенной DC. Перед началом того негатива, что я собираюсь лить на киновселенную DC, хочу сказать, что делаю я это не со зла, а от огорчения. Мне очень нравятся комиксы DC. Фактически только комиксы этой марки у меня и имеются в наличии. И я не хейчу ни в коем разе киновселенную DC. Хочу напомнить, что мне в целом понравилась лига, понравились многие элементы ВПС. И я даже первое время защищал отряд самоубийц. Да-да, было такое. Первое время. Но я не собираюсь топить за DC из тупого фанатизма. Объективно, у киновселенной есть проблемы. И мне горько от того, насколько они значительные. Горько от осознания того, что эти персонажи достойны гораздо большего. Вот и все. Ну а теперь начну. Серьезность и пафос на пустом месте. Началось все с того, что трилогия Нолана о Бэтмене стала безумно-безумно успешной. Приземленные, драматичные фильмы, которые делали ставку прежде всего на реализм. Они были серьезными, сложными и даже глубокомысленными. А еще в них было полно пафоса. И Нолан умудрился впихнуть пафос так, что это не раздражало и было к месту. По крайней мере в первых двух фильмах. Проблемы начинались с третьего фильма о Бэтмене, который Нолан снимал явно на отвале, лишь бы отделаться от этой франшизы. Вот там появились все те же слабости, что проявили себя в картинах киновселенной DC в дальнейшем. Неуместный раздражающий пафос, сюжетные дыры, идиотские повороты, плохая актерская игра и нарочитая мрачность. Но фильм был при этом невероятно успешен. Фанатизм в его отношении превзошел все мыслимые пределы. Никто просто не желал видеть проблем в этом фильме. Лишь по прошествии нескольких лет люди все-таки стали говорить, что да, третий фильм далеко не идеален. Но курс продюсеры выбрали именно такой, серьезность, мрачность, пафос и драматизм. Но вот беда, если в первых двух картинах о Бэтмене серьезность и мрачность обуславливались сюжетом, то в дальнейшем это добавлялось намеренно, даже там, где этого не требовалось. К примеру, намеренное снижение красочности картинки и попытка полностью убрать юмор из картинки на вселенной DC. Все это было. Драматичность и серьезность должны достигаться, повторюсь, при помощи сюжета, а не с помощью мрачной цветокоррекции. Если опять же сравнивать с картинами Нолана, то можно заметить, что он никогда не отказывал себе в том, чтобы показать что-то яркое и красочное в кадре. Взгляните на Джокера, в конце концов, с его сочным фиолетовым пальто. Да и с юмором у Нолана было все в полном порядке, по крайней мере до третьего фильма. Альфред шутит, Брюс Уэйн шутит, Джокер тем более шутит. Но студии, видимо, плевать на эти тонкости, они собирались сгущать краски. Ко всему прочему, в киновселенной появился Зак Снайдер с его любовью к картинным планам и слоумо-эффекту. Он и в Хранителях этим злоупотреблял, злоупотреблял и здесь. Только при общей слабости сценария, этот пафос и картинные позы героев выглядят чертовски искусственно, неуместно и даже смешно. Короче, намеренная псевдосерьезность, мрачность и пафос многим пришли с ней по вкусу. И теперь фильмы DC резко сменили курс, но об этом не здесь. Че ты такой серьезный? О, это веселое имя Марта. Спаси Марту! Я уже много раз говорил, почему эта сцена плоха. Она невероятно комична и глупа. И при этом она появляется в самый драматичный момент фильма. Супермен словно поломанный проигрыватель твердит почему-то имя матери. А у Бэтмена срабатывает триггер, после которого его посещают флешбеки. Хорошо, хоть не вьетамские. И Бэт сходит с ума. Результатом этой сцены становится внезапное примирение, решение всех конфликтов по щелчку пальцев. Я понимаю, конечно, чего хотел добиться Снайдер. Имя матери должно было пробудить в Бэтмане воспоминания. И в то же время намекнуть, что в Супермене-то все же есть что-то человеческое. Но ведь можно же было сделать это не так топорно и комично. Ну можно же было, да? Да и что это за сын в момент своей возможной гибели станет называть свою маму по имени? А? Пожалуйста, остановись! Почему ты назвал это имя? Так зовут его мать. Это имя его матери. Вычурный экшен Начиная с Человека из стали, фильмы DC преследуют этот затянутый, мельтешащий, с яркими всполохами молний и излишне мультяшный экшен. Вот Чудо-женщина многим понравилось, но почти все ругали ее за дурацкий финал, где поселился тот самый экшен с разрядами электричества среди ночи, где есть тот дурацкий анимированный злодей и где два суперсильных персонажа пытаются решить проблему посредством тупого мордобоя. Вспышки, пыль, резкие зумы, неуязвимые существа разносят друг другом здания. И все это происходит почему-то ночью, чтобы яркие вспышки были еще ярче, видимо. Удивлен, что битва в Человеке из стали практически единственная из всех битв киновселенной DC, которая происходит днем. Однако, в остальном сражение это ничем не отличается от остальных в лентах DC. Проблема экшена в этих картинах состоит в том, что он попросту скучный. Единственный раз становится интересно наблюдать за сценой действия в Бэтмене против Супермена, когда Бэтс лупит Супса, но это быстро заканчивается той самой сценой. А дальше спецэффектная отрыжка в виде Думсдея, и снова это яркое месиво из графония. Также и в отряде самоубийц, и в Чудо-женщине. В Лиге справедливости удалось, правда, сделать экшен хоть немного интересным, благодаря взаимодействию героев. Но проблема все равно никуда не делась. Все слишком графонистое, скучное и не изобретательное. А самое главное, компьютерный злодей в конце, вот практически обязательный атрибут. А я верю в любовь. Тогда я тебя уничтожу! СЛИШКОМ СИЛЬНЫЙ СУПЕРМЕН Снайдеру стоит сказать спасибо хотя бы за отсутствие красных трусов, и за то, что он хотя бы попытался придумать Супсу какие-нибудь слабости. Но даже об этих намеках, об этих придумках благополучно забывается в Бэтмене против Супермена. Супермен всесильно неуязвимый бог, и в этом огромная проблема. Супермен имбалансен. Это термин из компьютерных игр, значит, что он слишком сильный. Вследствие чего он неинтересен. Вот бьются два неуязвимых мужика в финале Человека из стали. Они не могут причинить друг другу вред. Что в этом интересного? Вот что? Почему мы переживаем за героев, у которых есть слабости? Потому что герои, следуя сюжету, превозмогают эти самые слабости. То есть победа им чего-то стоит. Возможно, они чем-то жертвуют. И мы осознаем эту жертву. Чем жертвует Супермен? Какие у него слабости? Почему нам должно быть не все равно наблюдать за экшеном с его участием? Почему? Ко всему прочему, у него еще и характер бойскаута. Он гребаный пример для подражания. Во всем правильный и идеальный. В Человеке из стали был спорный момент. Супермен разнес город вместе с Зодом. И даже не пытался увести своего соперника подальше от Метрополиса. Так почему бы не сделать из этого драму? Нормальную такую драму, а не то, что показали в БПС. Супермен ошибается, сомневается в себе. Он не идеален. Почему бы не развить эту тему хотя бы, если вы уж не хотите его ослаблять? Но в итоге я вижу лишь, что Бэтмен против Супермена это огромное количество упущенных возможностей. Ну а дальше что? Супермен просто продолжает быть им бой. Чтобы ему как-то противостоять, необходимо выдумать злодея сильнее его. И проблема этого супер-пупер злодея заключается в том, что никто кроме Супермена этого гада победить не способен. И тут у нас вообще-то замкнутый круг, который приводит к тому самому маразму в Лиге Справедливости. Вся миссия героев Лиги заключалась лишь в том, чтобы оживить Супца, который потом навалял этому компьютерному слепному волку. То есть фактически без Супермена вся Лига просто может смело идти на помойку. Человека из стали просто необходимо было ослабить. Отказаться от половины его суперспособности и добавить ему гораздо больше уязвимостей. Одного криптонита явно мало. Положим все карты на стол, генерал. Вы боитесь меня, потому что не можете меня контролировать. Не можете и никогда не будете. Смерть Супермена Нет, нет, Кларк, не надо. Нахрена? Нахрена вы это вообще сделали? Чего вы хотели добиться? Вы хотели удивить зрителей, мол, смотрите, мы убили Супермена, а вот Марвел своих героев не убивает? Не-не-не-не, а мы, мы можем. Мы можем. Но, как бы, вы убили его во втором фильме. Вы не дали привыкнуть к этому персонажу. Вы не дали фактически ни одного повода, за что нам стоило бы полюбить этого героя. Бесконечные намеки на то, что он воплощение Иисуса не в счет. Смотрите, он умер за наши грехи, так что ли? Нихрена. Супермен сам наворотил делов. Сам же за них и отдувался. В итоге многим была настолько безразлична его смерть, что это было даже не смешно. А вот после чего стало действительно смешно, так это после того, как на ближайшем Камиконе, после премьеры БПС, продемонстрировали грёбанный постер Лиги Справедливости, где Супс вполне себе живёхоник оказался. Потом спешно его вроде как убрали с постеров, но, как бы, вы уже вывалили это в сеть, а сделанного-то не воротишь. И, естественно, буквально через фильм его оживляют. Вы что, сделали это для того, чтобы у Лиги Справедливости был хоть какой-то квест, да? И действительно, нахрена Супермену вообще команда? Ведь он и сам всё способен разрулить. Зачем устроили этот цирк с пустым ящиком? Они решили похоронить его с воинскими почестями. Погоня за темапом без представления персонажей. У нас уже есть три кроссовера и всего два сольника. И если вы не заметили, то сольники DC гораздо успешнее, чем супергеройские капустники. Почему? Ответ простой. Слишком рано. Warner Bros. слишком спешит. Они не смогли определиться со стилями своих лент, с тоном. Не смогли толком познакомиться со своим миром, который основан фактически на греческой мифологии, где есть боги, амазонки и Атлантида. Да у них столько много всего, что можно было показать. Но вместо этого они решили сразу начать с перемешивания всего этого, знакомя с миром урывками, до кучи запихивая персонажей. И в итоге мы должны. Первое. Привыкнуть к этому миру. Второе. Знакомиться и привыкать к новым персонажам. Третье. Впитывать кучу поспешной экспозиции. Четвертое. Следить за сюжетом данной конкретной серии. А ведь на это, по сути, и времени-то не остается. Наличие Бэтмена во втором фильме про Супермена, пожалуй, еще терпимо. Это было даже круто. Но ведь там еще есть Лекс Лютер, Чудо-женщина и Думсдей. В Лиге Справедливости появляются еще три незнакомца, Флэш, Аквамен и Киборг. А еще пара-тройка второстепенных героев и злодей с предысторией. Но хуже всего обстоят дела с отрядом самоубийц. Фильм, по сути, представляет собой просто демонстрацию персонажей, где сюжет вообще ушел на второй план. Его нет там, фактически. Спешка во всем. Попытка угнаться за конкурентом Марвел. Стремление из каждого фильма сляпать кроссовер. Одна из главных ошибок Ворнеров. Но не самая главная. А у меня прескверный характер. Я просто предупреждаю. Леди, заткнись! Поспешные изменения уже в процессе работы. О причинах этих изменений поговорим позже. Но всегда вмешательство студии в творческий процесс, влияние фокус-групп, пересъемки, смены режиссера, практически в самом разгаре съемок, ни к чему хорошему привести не может. За редкими исключениями, конечно. Я знаю, что Зак Снайдер ушел со съемок Лиги из-за трагедии в семье. Но зная еще и предыдущий опыт вмешательства студии в процесс, зная о гигантских закулистных проблемах, уход Снайдера выглядит скорее решением студии, а не его собственным. Поспешные изменения сказались плохо на отряде самоубийц, превратив фильм в какую-то кашу, испортив образы злодеев, сделав из них клоунов. Ну и, конечно, пострадала куча сцен, которые просто выкинули из фильма. Финальный монтаж ВПС также оказался жертвой студии. Ну и про Лигу, часть которой переснял Джосс Уидон, и говорить даже не стоит. И вновь, похоже, все в порядке только лишь у двух сольников DC. «Человек из стали» не самый лучший, конечно, фильм, но он нормальный. «Чудо-женщина» так и вовсе получилось лучше всего, что было у DC. И в этих случаях студия, по большей части, не вмешивалась в процесс. Зато остальные фильмы больше похожи на монстров Франкенштейна, чем на кинокартины. «Это худшая моя идея». Джокер киновселенной DC Отряд самоубийц сделал из всех своих злодеев клоунов. А вот из главного клоуна франшизы они сделали какое-то посмешище. Я его пытался, конечно, защищать, но нет. Все же это не то. Совсем не то. Джаред Лето ужасно кривляется. Его сдавленный смех в основном напрягает, а не пугает или интригует. Все эти костюмчики, татуировки, конечно, заставляли воспринимать его как-то по-новому. Но эти ужасные зубы крали все внимание и дико отвлекали. Кроме того, красавчик Лето, красавица Марго Робби, это явный реверанс в сторону ванильных романтических девчонок. Ну, серьезно. И я, конечно, знаю, что интерпретаций у Джокера было миллион. Но мы тут говорим о киношном образе, коих было совсем немного. И это слишком далеко от того, к чему мы привыкли. Но даже вся эта мишура, все это переосмысление образа не сделало этого Джокера хоть сколько-нибудь интересным. Он хохочет, он злобный хрен, кривляка, но тут совершенно не за что зацепиться. Он даже ни разу не шутит, а ведь по идее и должен. И зачем отдавать было эту роль Лето, который вообще-то очень хороший актер? Зачем все эти истории про то, как он вживался в образ, отправлял своим коллегам по работе использованные презервативы? Если на экране не видно никакой работы. Вот серьезно, это просто неприятный фрик, в котором нет ни грамма очарования. А ведь даже в Джокере Леджера полно этого самого мрачного очарования. И я уж не говорю про Джека Николсона, который обладает просто фантастической отрицательной харизмой. Ко всему прочему, большинство сцен с Джокером из отряда самоубийц просто вырезали. Его наличие в сюжете просто бессмысленно. Он лишь напрягает. Если вы уж собираетесь представить одного из самых лучших злодеев поп-культуры в новом Амплуа, то делайте это достойно, а не так, как вы это сделали. Вкинули в общую кашу, жрите теперь. Классический социопат. Зак Снайдер. Хороший визионер, но плохой рассказчик. Не поймите неверно, я очень хорошо отношусь к Снайдеру. Мне нравятся в целом Хранители, хоть я их и сумел посмотреть раз так с третьего. Я обожаю фильм 300. Мне нравится этот мульт про сов. И в свое время я с большим удовольствием смотрел Рассвет Мертвецов. А теперь сюрприз. У всех этих фильмов имеются сильные первоисточники. Рассвет Мертвецов это ремейк фильма Ромеро. 300 это покадровая экранизация комикса Фрэнка Миллера. Хранители это прежде всего невероятно крутой графический роман. А уже потом фильм Снайдера. Советую почитать кстати. А в основе мультфильма про сов также лежит книга. Делаем вывод. Снайдер очень хорошо умеет рассказывать чужие истории. В плане визуала он очень талантливый режиссер. Его фильмы просто наполнены огромным количеством по-настоящему крутых кадров. Но как только дело доходит до его собственных историй, то тут сразу возникают какие-то проблемы. Запрещенный прием был дерьмом откровенным. А ведь это фильм снят и по собственному сценарию Снайдера. И в дальнейших лентах киновселенной, к которым приложил руку Снайдер, также наблюдались проблемы со сценарием, проблемы с раскрытием персонажей, с расставлением акцентов, с выбором тональности, с диалогами и прочим, и прочим, и прочим. Конечно это не полностью вина режиссера. Как мы уже поняли, львиную долю косяков внесла студия из-за попыток угодить всем. Но и Снайдер отчасти был виновен в холодном приеме картин. Человек из стали был слишком хаотичным, БПС перегруженным, ну а лига вообще непонятно чем, хоть она мне понравилась и больше остальных работ Снайдера. Я делаю вывод, что Зак Снайдер, увы, попросту такой себе рассказчик. Именно тех историй, в создании которых он принимал непосредственное участие. Конечно, у его режиссерского стиля очень много поклонников, многие со мной не согласятся, но этот топ субъективен, как и все на моем канале. Увы, но Зак Снайдер не та кандидатура, на которую стоило полагаться при создании такой кинофраншизы, как оказалось. Хотя вины студии, на мой взгляд, тут гораздо больше, чем вины Снайдера, и об этом следующий пункт. Я безумно соболезную Заку и его трагедии, плюс это давление студии и фанатов, настоящий кошмар. Я очень надеюсь, что мы еще увидим отличные картины в его исполнении, после того, как он переведет дыхание и отдохнет от этой супергеройской чехарды. Здесь что-то не так, так не должно быть. А как должно быть тогда? Он должен входить туда до конца. Попытка угодить всем на свете. Продюсеры просто не знают, чего они хотят от киновселенной DC. Не, ну понятно, что они хотят прежде всего денег, но из-за этого, из-за поспешности, из-за изначальной финансовой ориентированности и непонимании общего стиля лент, они попросту уничтожают на корню все возможности вселенной. И тут на первый план выходит главная ошибка. Они не создают собственную фанатскую базу, не формируют свой стиль. Они все время подстраиваются под уже имеющуюся фан-базу кинокомиксов в целом, а ее формированием занимались в основном фильмы Марвел. А Ворнеры, только начав искать свой собственный путь, дальше не хотят этого делать. Они споткнулись один раз, и они тут же в панике меняют направление. И это происходит снова и снова. Из-за этого фильмы не цельные, хаотичные, с плохими сюжетами и диалогами. Ведь все это по несколько раз переписывалось в процессе, переснималось, на режиссеров оказывалось давление. Всем понравилась мрачная приземленная атмосфера Нолана? Делаем Супермена в том же стиле. И всем плевать, что Супермен в принципе не может быть реалистичным и мрачным. А вот Бэтс может, поэтому добавим в сиквел Супермена его, чтобы уж точно быть на коне. Что-что? Люди считают фильм слишком мрачным? Давайте тогда переделаем отряд самоубийц, который сейчас в производстве, и который также снят в том же стиле. Впихнем туда шуточки, музыку, перемонтируем, уберем весь этот мрачняк. Что? Людям не понравился БПС и отряд? Давайте делать Лигу вообще в другом стиле. Пусть будет пародия на Марвел тогда. Даже Джосса Уидона позовем. А что? Так-так-так, что? Всем понравилась сюда женщина? Давайте при пересъемках Лиги запихнем побольше Дианы в кадр. А почему нет, а? И продюсерам студии Warner Bros. охота сказать. Ребята, всем угодить невозможно. Нельзя и в лодку сесть, и рыбку съесть, ребята. Ничего из этого не выйдет. Даже сейчас я не могу угодить всем моим подписчикам. И сейчас в комментариях наверняка уже разразился какой-нибудь срач на тему того, что Снайдер гений, а Сокол говна кусок. Вот серьезно. Но у меня хотя бы есть своя собственная позиция, в отличие от киновселенной DC. Так вот, стремление угодить всем при явном отсутствии собственного пути, своей позиции, это главная проблема киновселенной DC. И с этим уж вряд ли вы сможете поспорить. Вот и пожалеешь о временах, когда нашей главной проблемой были заводные бомбы пингвины. Простая жизнь. Надеюсь, что дальнейшая судьба киновселенной сложится лучшим образом. Надеюсь, что ошибки будут учтены, а излишне негативно настроенные критики уймутся. Пожелаю успеха вселенной DC, ведь у достойных персонажей должны быть достойные фильмы. Хорошо бы, чтобы это поняли продюсеры. DC, не болей. Да-да, DC, не болей. Ну а с вами был Сокол. Вот такой вот топ у нас получился. Совместно с людьми, которые писали комментарии под постом про Лигу Справедливости. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал, а также Twitter, Instagram, группа ВКонтакте. Все ссылки в описании. И не забываем нажимать на колокольчик. Это прям очень важно. Ну что ж, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok